ДИПФЕЙКС 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 Глубокие фейки, новый вызов информационной безопасности. Так мы озаглавили наш сегодняшний круглый стол. Мы живем лайками. Вот сколько лапочек, так сказать, пальцев вверх поставишь, столько у тебя больше условного доверия возникает. Наши многие масс-медиа находятся в таком глубоком, консервативно-традиционном состоянии. Понятно, что для простого человека это пока не сильно доступно, а если он это будет заказывать как облачное вычисление, здесь уже страдает факт анонимности. Люди покупаются не на информацию, они покупаются на эмоции. Количество или скорость распространения новости увеличивают некую ауру правды. Приветствую всех участников нашего проекта Белорусского института стратегических исследований и Белорусского телеграфного агентства «Экспертная среда». Мы рады начать новый сезон наших заседаний в 2020 году. Стартуем мы в этом году с темой, которая на слуху и не только в экспертных кругах, не только среди журналистов, но и все больше пользователей интернета, обычных потребителей информации сталкиваются с ней. Именно дипфейкс. Глубокие фейки, новый вызов информационной безопасности. Так мы озаглавили наш сегодняшний круглый стол. Представлю участников. Макаров Алексеевич, директор Белорусского института стратегических исследований, доктор юридических наук. Демиров Виталий Викторович, аналитик БСИ, кандидат философских наук. Коррюкевич Александр Николаевич, министр информации нашей страны. Наш гость из России. Наумов Виктор Борисович, старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент. И Агейко Ольга Валерьевна, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Академии управления при президенте Республики Беларусь, кандидат психологических наук, доцент. Ну что ж, коллеги, начинаем. Сначала немного о дефинициях. Что же такое глубокие фейки? Процитирую одну из формулировок. Наверняка их может быть бесчисленное множество. Так вот, дипфейкс или глубокие фейки – это технологии искусственного синтеза человеческого изображения, основанные на использовании нейросетей и искусственного интеллекта, позволяющие создавать высокореалистичные фото- и видеоизображения людей, либо производить модификацию фото, аудио и видеоматериалов. Обычно точкой отсчета называют 2017 год, когда нейросетями было сгенерировано фейковое порно-видео с известной израильской актрисой Галь Гадот. Его активно распространяли в соцсети Reddit. Показывать мы не будем. А вот следующее видео мы, пожалуй, продемонстрируем. Наших коллег попрошу. Вы с ним, я уверен, неоднократно сталкивались. Это самый известный пример. Апрель 2018 года. Это видео размещено на известном ресурсе BuzzFeed под названием «Вы не захотите поверить тому, что Обама скажет в этом видео». Ну, конечно же, хайповый заголовок, как и водится в таких случаях. Ну и здесь Обама, берем в кавычки, произносит оскорбление в адрес Трампа. Ну и в конце ролика появляется реальный человек и показывает, что это видеоподделка. К этому вопросу были еще потом видео и с участием спикера парламента, палаты представителей Конгресса США. Ну вот тот самый момент, когда появляется реальный создатель. Вы видите по мимике, да, что на ту часть изображения, которая справа наложена, наложено изображение Обамы и уже при помощи искусственного интеллекта, технологий получился вот такой продукт, который на первый взгляд, особенно если видео в плохом качестве, особо-то не отличишь. Ну, то, что вот к этой проблеме в США относятся серьезно, говорит тот факт, что уже летом прошлого года в Комитете по разведке Конгресса США прошли даже специальное слушание по вопросу дипфейка. Потом внесен законопроект по борьбе с высокотехнологичной дезинформацией. И вот вы все слышали буквально новость прошлой недели. Фейсбук принял решение, что будет удалять видео, в котором эксперты признают технологии глубокого фейка. Но, правда, это не будет распространяться на юмористический контент и развлечения. Ну что ж, давайте теперь перенесемся уже к нам в наши широты и поговорим о дипфейках на медийном ландшафте в эпоху постправды. Звучит так массивно. И хочу я сначала вопрос задать Олегу Сергеевичу. Недавно вы были в октябре прошлого года в ДОХе на конференции по информационной безопасности, где тоже поднимали вопрос глубоких фейков. Почему мир заботит эту проблему? Да, на самом деле эта конференция, она в целом была посвящена Fake News. И, в общем-то, для меня самым интересным сердцевиной этой конференции было как раз таки то, что были показаны некие сущности, которые были изначально приняты за людей, которые общались, которые, в общем-то, какие-то делали заявления, и с помощью интернета мы видели их социальную жизнь. Оказалось, что это не люди, это, в общем-то, синтезированные сущности, которые никогда не существовали как физические люди, как человеческие особи. И, конечно, это наталкивает на мысль о том, что на сегодняшний день, в общем-то, сложно верить глазам своим. Говоря о Deep Fakes, почему они называются Deep, связано это с тем, что их, в общем-то, отличить с помощью каких-то технических средств практически невозможно. То есть, заявляется о том, что если создатель обладает технологией высшего порядка, то разоблачитель, так называемый, не обладающий такой технологией, не имеет шанса на то, чтобы определить, было ли это синтезированная сущность или новость, или какой-то образ, или это было правда. И здесь я хотел бы, в общем-то, юридический вопрос задать о том, вот мы на сегодняшний день часто сталкиваемся с позицией, когда привлекается или есть предложение о привлечении к ответственности лиц, которые распространяют новости. И мы видим о том, то, как общество, в общем-то, настороженно воспринимает такие новации, говоря о том, что мы же всего-либо всего распространили, мы ничего не имели, в общем-то, в виду, просто распространили ту или иную новость. На сегодняшний день, как ни странно, верификация новости, верификация какого-то события осуществляется через распространимость. То есть, как это не, может быть, не очень тут, это юридически верно, но на сегодняшний день каждый человек, распространяющий ту или иную новость вкладывает часть своей критики, часть своего субъективного отношения к ней в ее передачу и тем самым количество или скорость распространения новости. Некритическое отношение к ней, несомнение подтверждает, как правило, увеличивает некую ауру правды, которая связана с тем или иным событием и увеличивает, в общем-то, в геометрической прогрессии рассмотрение этого события или явления как реально существующего. Да, вот в вопросе дипфейков много плоскостей, которые требуют детального обсуждения. Здесь и технологический, и правовой, и вопрос массового сознания. Ну, давайте, может, с технологического начнем. Вот, Виктор Борисович, обычный человек имеет сегодня возможность отличить ложь от правды? Или без технического решения это невозможно сделать? Я боюсь, что нет, если только не имеет место такое стечение обстоятельств, когда человек имеет свое представление устоявшееся о каком-то факте, о событиях, о поведении другого человека. И тогда, когда, знаете, в обычной жизни кто-то кого-то оговаривает, обычно люди доброжелательные относящиеся и знающие того человека говорят, что нет, этого не может быть. Но в том информационном потоке совершенно тотально разного содержания, которое сыпется на головы обычных людей, на все наши головы, конечно, невозможно быть осведомленным в сколь-нибудь значимой части всех этих процессов. И дальше срабатывает эффект того, что мы живем лайками. Вот сколько лапочек, так сказать, пальцев вверх поставишь, столько у тебя больше условного доверия возникает. Это на самом деле печальное развитие культуры, в которой мы уже давно живем, большая часть мира живет, культуры потребления. Когда упаковка создает эффект качества. Здесь в информационном пространстве своеобразной упаковка является репосты, лайки, комментарии, возможности увидеть это в большом количестве места. Действительно, как правильно сказал Алексей Евгеньевич, вот этот эффект массового перераспространения, он искажает адекватность восприятия. А дальше, когда все очень быстро происходит, аналитические возможности человека, которые у всех разные, они не срабатывают. Да, то есть вот на примере того видео, что мы смотрели, да, вот сидит Обама, говорит, что Трамп такой-сякой, и если бы в конце ролика не появился чернокожий мужчина, который говорит, здравствуйте, это подделка, да, то есть обычный человек, наверное, особо и не смог бы это различить, или нет? В интересном примере, который выявлен, думаю, что, наверное, большинство бы сказало, что это подделка все равно, потому что в американском обществе за такие слова можно, так сказать, получить много серьезных судебных проблем, но если бы дала более мягкая информация, любая, политическая, коммерческая, выражение какого-то мнения, без ярких выпадов жестких, которые любой юрист, а американская культура, она своеобразная, там, обращение к юристам через каждую запятую, где, так сказать, американская культура пропустила бы эту идею, там могли бы и поверить. То есть мягче содержание, более коварно мысль, и, пожалуйста, все поверили. Ольга Валерьевна, скажите, так вот, распространение дипфейков – это беда массового сознания или все-таки заслуга технического прогресса? Я думаю, что это и то, и другое. И даже, смотрите, мы сейчас к вам и говорим про дипфейки, но я думаю, что мы просто выделяем какой-то один кусочек искусственного интеллекта. Мы должны понимать следующее, с чем мы сталкиваемся в ближайшее время. Люди столкнутся с искусственным интеллектом. Что с этим делать, на сегодняшний день мало кто знает. Разные есть какие-то гипотезы. Самое страшное, что ожидается, если вдруг роботы получат сознание, и тогда это будет процесс неконтролируемый. Но с точки зрения психологии другое. Сегодня есть дипфейк. И сегодня нужно понимать, что массово это распространение, но и другой важен формат. Почему люди ведутся на эти дипфейки? Вот это уже психология. Не зря же есть такая замечательная фраза «мир таков, каковы наши знания». Вот здесь правильно сказал Борис Викторович. Виктор Борисович, извините. Чем меньше наши знания о чем-либо, тем, ну скажем так, велика вероятность, что мы купимся на этот дипфейк. И поэтому самая большая группа риска, то, что можно прогнозировать на перспективу, это наши дети. Они по возрасту не могут этими знаниями обладать. Плюс, давайте говорить честно, сегодня мы не наделяем их теми знаниями, которые бы повышали критичность и возможность к анализу. И поэтому эта проблема двусторонняя. Это рост информационных технологий, а с другой стороны, неготовность к человеку эти информационные технологии принимать, анализировать с повышенной долей критичности. Ну да, я понимаю, обычно человек, он заходит в ленту новостей, он заходит в социальные сети, вот что ему накидали, он это посмотрел, здесь лайкнул, да, вот как Виктор Борисович говорит, лайками общество мыслит. Ему сложно различить, но что же делать? Вот мы, наверное, попытаемся дальше ответить на этот вопрос. Я просто вот хочу очертить круг проблем. Вот хочу у Виталия спросить. Технология глубоких фейков, настолько она сегодня доступна для обычного человека, чтобы в плане производства. Необычного непонятно, там не просто человек первый раз там пришел за компьютер, но человек, обладающий элементарными техническими знаниями, когда он может там минимальный монтаж делать. Насколько это технологично доступно для него? Обучиться и производить. Ну, скажем так, для того, чтобы делать такие фейковые ролики, безусловно, не нужно знать там, скажем, математики или даже программирование, то есть в данном случае уже есть пакет готовых программ, то есть Deep Face Lab, Face Swap, то есть в которых можно, скажем, при помощи определенных манипуляций создавать такие ролики, то есть в частности речь идет о том, что, ну вот несколько этапов, то есть степень участия, вот того, кто создает, ручного человеческого участия, она разная. То есть если на первом этапе, когда вам нужно взять, ну скажем так, определенное видео, выделить из него кадры, затем обрисовать конкретные четкие изображения и, скажем так, дать и в качестве обучающей выборки нейросети, которая будет на них обучаться. На этом этапе он короткий с точки зрения времени, может от нескольких минут до нескольких часов занимать, но сеть очень часто пропускает и другие лица на кадрах, и иногда даже то, что она принимает за лица, то есть здесь нужно отфильтровать вручную. На втором этапе, когда уже происходит само обучение, здесь вмешательства практически не требуется, и сеть, в общем-то, вырабатывает модель самостоятельно. И на третьем этапе, когда эта модель уже, скажем, имплементируется в конкретный видеоролик, здесь этот этап также короткий, и, в принципе, он тоже не требует каких-то, скажем, человеческих усилий. Но наиболее интересен, что на промежуточном этапе, да, усилий человеческих не требуется, но он достаточно долгий с точки зрения времени, то есть, допустим, монтаж ролика там в 40 секунд может занимать неделю и более, и крайне требовательный к вычислительным ресурсам. То есть для ролика такой длины, там, среднего качества может потребоваться, условно говоря, виртуальная машина с четырьмя видеокартами, каждая из которых должна быть примерно там по 8 или даже 16 гигабайт. То есть понятно, что для простого человека это пока не сильно доступно, а если он это будет заказывать вот как облачное вычисление на сервере, то есть, скажем так, здесь уже страдает факт анонимности. То есть это можно установить, скажем, кто это делал, заказывал подобные услуги. И любой, в принципе, может приобщиться к этой технологии и производить всё, что захочет. Более того, извините, Давидович, может быть, хотел бы узнать ваше мнение. Надо обратить внимание на то, что технологии дешевеют, и в ближайшие годы это уже не неделя. Это может быть, конечно, не онлайн, но день-другой, как бы, так сказать, прокомментируя какие-нибудь трагические события на транспорте, ещё что-то почти в онлайне от очевидца, уже вполне реальная задача для любого. Да, безусловно. То есть технологии дешевеют, и здесь более даже интересно вот то, что Олег Сергеевич обозначил с точки зрения возможности распознавания. То есть здесь можно отметить, что, скажем, в самой технологии дефейк, она устроена так, что там, скажем, обучаются сразу две нейросети. Одна генеративная создает вот эти синтезированные изображения, а другая сеть содержит в себе дискриминационную модель, задача которой направлена как раз-таки на то, чтобы выявить фейк. То есть и они между собой конкурируют, играют в такую, скажем так, игру. И, скажем так, если нейросеть второй модели, она распознаёт эти фейки, она затем методом обратного распространения ошибки направляет первой генеративной модели, заставляет её переобучиться, поменять свои весовые коэффициенты. И это происходит до тех пор, пока между ними не установится, как специалисты называют, мини-максное равновесие. То есть когда они обе, они станут работать достаточно эффективно. И чтобы победить такую нейросеть, условно говоря, понять, какое видео поддельное или нет, нужна другая нейросеть. То есть, соответственно, вот Facebook и другие IT-компании сегодня такие стартапы запускают, которые были бы направлены на технологию именно распознавания фейков. И главное, чтобы она была демократичной, дешевой и доступной людям. Потому что пока вот видеоролик, если синтезируется неделю, если он будет и распознаваться как фейк столько же, то он уже успеет оказать свой эффект на общество. Я помню, сколько, три или четыре года назад появилось вот это наше приложение «Маскарад». Вау, ну это была сенсация, на каждый телефон можно установить. Она, по-моему, лидирующие позиции одно время занимала в App Store. Да, ну и сейчас им пользуются, ну по приколам. Да, но ведь, смотрите, несколько лет назад это был прикол для телефона, сейчас мы сидим здесь в экспертном кругу. Серьезные люди в Комитете разведки, в Конгрессе США это дело обсуждают. Да, то есть явно вызрела уже целая проблема ли, да, Александр Николаевич, для нашего информационного пространства это уже проблемы или еще мы не ощущаем? Если бы Виталий Николаевич не сказал о том, что одна нейросеть может генерировать две модели, простите, по производству, скажем так, и по распознаванию, вот, то я бы, наверное, ну вообще более, еще больше испугался бы о том, что угроза на самом деле страшная и угроза в части перевоспитания общества, в части перевоспитания общества с точки зрения распознания вообще, что такое масс-медиа и как, ну, традиционно или нетрадиционно масс-медиа могут влиять на сознание потребителей информации. Сегодня уже давно мы говорим о том, что нам надо всем понимать, и тем, кто работает в печатных средствах массовой информации, и тем, кто работает в электронных средствах массовой информации, и тем, кто просто производит новости и забрасывает их в социальные сети, что медийное влияние, это как раз влияние на всех участках, и социологические опросы показывают, что наибольшее влияние происходит из социальных сетей. Наверное, сегодня параллельно тому, что происходит с развитием такой технологии дипфейка, сегодня все среды, которые так или иначе имеют отношение не просто к медийному влиянию и к информационной безопасности, к обеспечению безопасности в этой части, должны задуматься, что же мы можем противопоставить. Противопоставить из законодательной точки зрения. Мы сегодня так или иначе затрагивали тему о том, что у нас, ну, часть общества, и, по-моему, вы, Юрий, говорили об этом, что, ну, настраиваются на то, что вот какие-то нововведения ограничивают свободы, скажем так, ограничивают право на потребление информации, но, тем не менее, сегодня в парламенте уже, наверное, надо обсуждать эту тему с точки зрения того, что есть это явление, то есть я даже, ну, пожалел, что здесь сегодня нет кого-то из парламентариев достаточно активных, мы видим по сегодняшнему составу парламента Республики Беларусь только что избранного нашим народом. В парламенте эта тема, уверен, будет звучать. Да, я думаю, что там есть достаточно много людей, которые должны поднять это на уровне явления, в том числе и у нас в Беларуси. И второй аспект, конечно же, осознав, что какие масштабы этого явления, какие угрозы потенциальны, подумать, как это выложить в законодательную базу. Я думаю, что ничего страшного, если мы уже сегодня будем готовить те проекты, где будет прописан и фейк, и депфейк в законодательной базе, потому что надо общество объяснить, что это повлечет. Хороший пример Виктор Борисович сказал в отношении американского правосудия, американской юриспруденции о том, что они потенциально могли бы распознать только потому, что градус другой, что это не принято в Америке. Вот и нашему обществу надо сказать, что же у нас не принято, что может носить характер противоправный. И этим будет выражена не просто позиция государства, а позиция государства и в целом позиция здоровой части общества. Если мы сегодня не подготовимся к этому, то завтра мы можем просто опоздать. Еще один такой момент, на который я хотел бы подвести эту тему, и может быть и в наших рассуждениях, и в целом, то что, понимаете, наши многие масс-медиа находятся в таком глубоком консервативно-традиционном состоянии. И если нам не менять эту среду, не заниматься эволюцией этих масс-медиа, то у нас получится, что одна жизнь происходит там без дип-фейка, без фейка, а другая жизнь происходит в социальных сетях, которые влияют и выполняют фактически роль масс-медиа. Неважно, государственные они, негосударственные по форме собственности или просто это масс-медиа, которые создаются на кухне, там за полчаса интерпретируется та или другая новость, и может быть сам производитель не называет себя медиа и не думает о медиавлиянии. Но, тем не менее, он выполняет информационную задачу, является то ли террористом информационным, то ли просто, значит, производителем новых общественных влияний каких-то. Вот поэтому, конечно же, нам надо задуматься о радикальной, о радикальных скоростях в эволюции наших отечественных масс-медиа. Ну, для меня так достаточно революционно прозвучало про внесение в законодательство понятий фейк и дип-фейк. Несмотря на то, что, допустим, в той же Германии, да, это уже давно определено, и штрафы там просто астрономические за распространение. Это не революция, это эволюция. Эволюция. Это эволюция, и, безусловно, надо идти в эту сторону. Позволю себе продолжить мысль Александра Николаевича. Мы здесь в рамках крайней, с моей точки зрения, актуальной дискуссии обсуждаем действительно катастрофически быстро развивающиеся процессы в нашем информационном обществе, причем в мировом информационном обществе, присутствию уважаемых представителей прессы. Я не сомневаюсь в том, что здесь коллеги заканчивали факультеты журналистики, увлекались, получали какое-то специальное образование. И культура наших коллег позволяет им обеспечивать определенный уровень профессионализма. Сейчас в новых информационных реалиях любой человек, по сути, это уже почти журналист, может быть, уже почти редактор, а в ближайшее время почти продюсер, потому что технологии дешевые и простые. Но у этой массы населения, которые как раз то количество лайков и нагоняют, никакой культуры и осознания ответственности за важность распространения информации нет. По сути, мы можем столкнуться с ситуацией, условно, с изготовлением атомной бомбы на кухне. Только атомные бомбы информационные, даже не со зла, даже не благодаря какой-то хитрой комбинации, либо как эффект домино, когда несколько маленьких бомб будет в нескольких местах условных создано, и это может оказать катастрофическое влияние. Здесь ключевой вопрос и законодательство, несомненно. Но это вопрос воспитания информационной культуры, причем жесткого, массового, даже с позиции содержания того, что нельзя, что можно, а с позиции того, что любые твои слова в этом информационном обществе, которые кажущиеся совершенно с позиции свободы, удобно и прочее, должны соотноситься с ответственностью за то содержание, которое ты хочешь сказать вслух. И сейчас получается так, как раньше на заре интернета ты в обычной жизни говоришь одно в интернете и другое. Это было нормально. Вот такая игрушка. Сейчас это не игрушка. Сейчас это жизнь, может быть, большая часть жизни. И поэтому вот этот разрыв в культуре между классическим медиа и обычными гражданами – это тот самый негативный фактор, который дальше будет играть очень серьезную роль, если с ним определенным образом не работать. Мне понравилась ваша метафора про атомную бомбу на кухне в отношении дефейка. Я вот опять же возвращаюсь к тому видео, представляю другого президента, может, последующего, может, другого президента другой ядерной державы, который вдруг появляется на всех медийных площадках и говорит, что, ребята, у нас началась атомная война. А я просто… Мне даже сложно представить, что будет твориться, пока будет распознано, что это фейк. А помните про фейк? Известные 20-е годы радиопередачи про инопланетян, которые приземлились. И по радио американцы в нескольких штатах услышав в ужасе, не понимали, что делать. Но в вашей ситуации не будем брать президентов. Давайте возьмем какую-нибудь компанию, которая объявляет скидки 99%. И все люди из всех микрорайонов, где находятся эти магазины, кидаются туда. Что там происходит? Виктор Борисович, добавил бы, вот очень мне понравилось ваше определение, что каждый журналист, каждый редактор, каждый потребитель информации – это уже главный редактор. Потребитель, который, он же самый производитель информации. То есть сместилась система координат. Если нам не понимать и на уровне воспитания, и на уровне профессиональной подготовки журналистов, работающих все-таки по профессии, по своему мироощущению профессиональному, образовательному, если мы это не поймем и не двинемся в эту сторону, то мы потеряем очень много времени, когда общество еще дальше отодвинется от, скажем так, традиционных масс-медиа. И хороший пример вы сказали о том, что интернет-жизнь была игрушкой, то есть были какие-то модели, там, я не знаю, как их назвать, как угодно можно называть, значит. Сегодня жизнь медиа – это тоже уже давно не игрушка. Я соглашусь с коллегами, которые считают, что что бы мы ни делали в этом направлении, мы все равно будем догонять уходящий поезд. Потому что мы все равно будем идти в догонку. Мы не сможем пока это опередить, и на это ряд есть и примеров, и как бы таких вот оснований. Ну, смотрите, мы 50 лет жили с четкой иллюзией, что есть искусственный интеллект, который можно программировать, можно контролировать и можно развивать, но подконтрольно. 50 лет. Все, что касается искусственного интеллекта и другого направления, что это, ну, будем так говорить, самоорганизующая система, которая возникает в результате обучения, это активно развивается с последних 5-6 лет, по-моему. И что происходит? Мы за 5 лет получили больше, чем получили за 50. И если раньше мы говорили, что развивается, да, там, интеллект-то, условно говоря, сенсорный, кстати, дипфейки – это развитие сенсорного интеллекта, речь, зрение, тексты и так далее, то это уже почти в прошлом. Сегодня мы говорим о том, что на пике развития, так называемый интеллект стратегический, как подтверждение то, что, по-моему, произошло в Китае, если вы не поможете, когда считалось учеными, что чего не может сделать интеллект – это обыграть человека в покер, потому что там необходимо что-блеф, и обыграть в игру Гоу, что произошло в Китае, чего никто не ожидал. Вот в этих… вот в искусственном интеллекте есть эффект неожиданности, ты этого не ожидаешь. 20 мировых игроков в игру Гоу машина обыграла просто на один щелчок, неожиданно. Так и здесь, когда возникает новая технология, мы не можем ее предвидеть, предугадать, потому что мы с этим еще в своей жизни никогда не сталкивались. – А еще, по-моему, в Китае впервые появился робот-телеведущий. – Робот-телеведущий, да. – Ну вот эту проблему застроя, вот хотелось бы прокомментировать. То есть, получается, да, действительно, раньше технологии искусственного интеллекта, они были, в общем-то, основывались на таких логически детерминированных алгоритмах, и, соответственно, их поведение можно было предсказывать, контролировать, было понятно, какой участок этого алгоритма отвечает за решение какой определенной задачи. Машинное обучение, и, собственно говоря, из этого, ну, скажем, они колоссально эффективны, исходя из этого их, конечно же, популярность, но у них есть и плохая репутация, то есть, из-за чего, собственно говоря, и такие, ну, там, ведущие главы хай-тек корпорации, как Маск, Гейтс и другие, Джефф Безос, они, в общем-то, выступают против. То есть, и эта репутация откуда исходит? Из того, что, скажем, это именно статистическая модель обучения, в которой входные данные, которые подаются на, скажем так, первый слой, и затем те процессы, которые с ними происходят на промежуточных слоях, которые отвечают именно за выделение каких-то, скажем, общих категорий, классификацию, ранжирование и так далее, то, что происходит в этом промежуточном слое, для экспертов непонятно. Какой участок этого слоя, за какой аспект задачи решают. Их, поэтому, и назвали скрытый слой. И с этой точки зрения, ну, безусловно, скажем, здесь управляемость, она становится под вопросом. Но нужно понимать, что пока это хайповая технология, она не единственная технология искусственного интеллекта. Да, она также применяется и в дипфейках, но есть ряд и других, и более того, у экспертов есть оптимизм, скажем так, относительно того, что мы поймем, каким образом, в общем-то, вернуться к старым принципам, то есть сохранить, с одной стороны, вот эту открытость обучения и динамику, но, с другой стороны, вернуться к стандартам управляемости. Мы, коллеги, идем в сторону некого философского рассуждения. У нас появляется технология, мы смотрим на нее, как на ценную игрушку, потом мы начинаем думать, что с ней делать, потом как реагировать на негативные последствия. К сожалению, мы так устроены, что мы, так сказать, ретроактивно, так сказать, в условиях научно-технического прогресса живем. Это было нормально. Как говорили, он сказал, что мы будем все время догонять. Да, во время промышленной революции, начиная с какого-нибудь 17 века и далее, это было нормально, так сказать, придумали паровоз, потом первые, так сказать, аварии массовые начались через десятки лет. Придумали автомобили массовые, не через десятки лет, а через 10 лет, там, так сказать, но все равно значительное время давалось человечеству в условиях научно-технического прогресса на реакции. Сейчас мы живем в условиях экспоненты. Нам нужно привыкнуть жить в изменениях. Не технологии думаем и реагируем, а мы понимаем, что появляются технологии и должны иметь общие методы реакции на те негативные изменения, которые могут здесь возникать. И, по сути, получается следующее. Мы живем в условиях технологической воронки, только она наоборот. Она засасывается. У нас мало времени остается. Вниз, 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 вниз. Все очень быстро возникает. И в этих условиях, если мы смотрим на сквозные прорывные технологии от искусственного интеллекта, вплоть до манипуляций с криптовалютами нашей темой в отношении того же дипфейка, мы должны, по сути, определять не только конкретные, скажем, юридические конструкции, но, во-первых, определять правила игры в целом, что хорошо, что плохо. Настало время это делать для всей технологической сферы. Обязательно должны быть этические требования для тех производителей и владельцев решений платформ в этой связи, кстати, в отношении распознавания изображений. Например, обратили внимание в компании Microsoft, у них с 2017 года есть этические правила, связанные с идентификацией в системе видеоизображения. Они поняли, что законодательство непонятно, когда какое появится. Потом их еще обвинять будут, что с помощью Microsoft кто-то что-то сделал. Вот они составили совокупность, по-моему, из восьми принципов. То есть здесь это, по сути, диалог и государство, и общество, но это обязательно должен быть диалог с производителями либо владельцами тех или иных систем. У нас есть государство Facebook, государство Twitter, государство какая-то еще иная соцсеть. Это то, чего не было 10 лет назад. У этих систем обороты граждан по количеству и по деньгам это как в средней руке страна, а законодательство и даже восприятие общества пока к ним не относятся каким-то, как к серьезным игрокам. И, соответственно, к этим системам тоже должны предъявляться требования. И да, должен быть трехсторонний разговор. Государство, общество и вот эти платформы. В начале я для себя определил о плоскостях для реагирования технологической, правовая, информационной. Вот вы, Виктор Борисович, еще добавили этическую. Я бы здесь акцент даже какой-то сделал. Здесь же важно понимание вот этих этических правил и всего остального сопутствующего не только с точки зрения заключения, беру в кавычки, трехстороннего договора между теми, кто работает на новые технологии, производит новые проекты многогранные между обществом и государством. Тут они, производители, тоже являются участниками и строительства государства, как это патетично не звучало бы, и тем более они являются частью общества. Поэтому нам, наверное, надо больше обсуждать те стратегии в целом, которые говорят о развитии страны, о развитии общества, о том, к чему мы вообще придем. Если мы пойдем этой дорогой, мы придем к такому результату вместе, неважно с государством Твиттером или без государства Твиттера, а на самостоятельного Твиттера. Если пойдем по другому пути, мы придем к такому результату, в том числе и производителей новых технологий, те, которые хотят повлиять нам на общественное мнение и на поведение государства. И, наверное, в начале этого пути, ну, может, не в начале пути, в середине пути, но, тем не менее, мы должны говорить об этом, о каких-то стратегических форматах завтрашнего обустройства мира, государства и общества. По сути, должны выдвигаться требования ко всем о том, что использование технологий не должно ухудшать то состояние, по крайней мере, которое есть сейчас. Они должны приводить к дестабилизации. Вот эти игрушки, которые сейчас попали к руки ко многим, это как те самые там ракеты, оружие другое, которым могут распоряжаться люди, которые не имеют, так сказать, дневникового отношения. И сейчас, по сути, речь идет о будущем общественном договоре. Если ты хочешь разрабатывать и даже разрабатывать, придумывать и затем внедрять технологии, ты должен осознавать, какие последствия должны возникать в этой связи. И если ты не имеешь уверенности, что твои технологии пойдут в целом во благо, тогда останови вот эту гонку технологий, задумайся и попытайся что-то улучшить. И заглядывать, Виктор Борисович, в те законы, которые существуют и которые сегодня действуют. Это, наверное, такой глобальный общественный договор был, если в одних странах он существует, а в других странах не существует, но получится какой-то такой диссонанс. Для этого есть много площадок, на которые надо выносить эти темы. Да, мы с таким глобальным контекстом, а вот то, что была замечательная фраза, можно запросто что-то сделать и на кухне, и это будет не менее разрушительно. И здесь мы особо повлиять на эти процессы вот так в таком глобальном контексте не сможем. Ну, на кухне тоже есть граждане, которые живут в том мире, они выходят из кухни, и если они что-то производят, то они делают не только для кухни или не только для спальни. Только у них цель другая. Если мы, допустим, возьмем на примере любой большой организации экстремистской, теоретической, у них цель другая. И для них достижение цели – это разрушение, а для нас созидание. Вот и все. Я хотел бы на шаг назад вернуться и, прежде всего, поговорим о правовых аспектах и вопросах реакции. Хотел бы на одном социальном эффекте остановиться, назвал бы его эффектом второй волны. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда производится некая технология, назовем ее, ну, наша тема сегодня – битфей, ведь ее запускает, в общем-то, в свет не только, ну, то есть производитель, но работает с ней уже потом не только производитель. И мы с вами поговорили о распространении этой информации через, там, репосты, через отношение к этой информации. Но очень важно, мне кажется, то, как лидеры мнений, различные чиновники, блогеры, иные, как реагируют на эту информацию, как ее потом, что с ней делают, с этой информацией, потому что как раз-таки вот этот вот эффект, ну, назовем его второй волны, эффект, вот когда то или иное событие, например, видео какое-то, кем-то комментируется, является, наверное, наиболее психологически острым. И вот, Ольга Валерьевна, я к вам адресую здесь события, разные события могут происходить, но мне кажется, что социальный эффект, общественную реакцию даст, в первую очередь, то, как те лица, которые являются ответственными за определение каких-то там направлений политических, этических, в принципе, являясь лидерами мнений, как они отнесутся к тому или иному событию. И если их комментарий, если их реакция будет там непропорциональная, резкая, быстрая и активная, то вот это вызывает как раз-таки большую реакцию общества, чем само событие. И здесь мы говорим об ответственности тех лиц, которым как раз-таки вот эта кухонная бомба досталась в распоряжение. И о том, насколько они осознают, что, получив какую-то, в качестве первичной информации какое-то событие, что они дальше сделают, насколько они приумножат эффект деструктивный от этого события. Олег Сергеевич, я согласен и не согласен одновременно с этим. Почему? Потому что технологии сейчас изменили очень серьезно весь наш мир. У нас всегда существовали вертикальные общества, любые. Государственная структура – это в целом пирамида. Информационное пространство создает горизонтальную систему взаимодействия, где, да, существуют вертикальные структуры, они могут не иметь никакой возможности отреагировать на коммуникацию «кухня-кухня», и когда это пойдет по микрорайонам, а потом пойдет дальше-дальше, никто даже просто не успеет отреагировать в этой связи. И что с этим делать? Я согласен. А если реакция будет… Дать районам свободу. У меня есть реакция будет резко и слишком. Понимаете, сегодня ситуация следующая, что открывается интернет, открывается любую социальную сеть. То есть, что происходит? Люди покупаются не на информацию, они покупаются на эмоцию. И вот чтобы что-то вызвало у них эмоцию. Парадокс в том, что сегодня то, что происходит в социальных сетях, сравнивают с эффектом или с психологией толпы. По большому счету эффект заряжения происходит намного даже быстрее, только мы этого не видим, чем то, что происходит в толпе. Людям нужна эмоциональность. Посмотрите, что происходит опять-таки с молодежью. Как они читают? Что они читают? Во-первых, сохраняется так называемое клиповое восприятие информации по чуть-чуть везде. И обязательно убирается та информация, которая сегодня не вписывается в мою картинку мира. И получается информационно мы становимся как бы настолько закрытыми. Мы читаем то, что хотим читать. Слышим то, что хотим слышать. И становимся вот так эмоционально глухие. И методом переноса эмоции хотим получать через социальные сети. Сегодня, к сожалению, с такой понятием, возможно, вы, коллеги, его слышали, но мне очень нравится, жидкий мир. Когда, ну будем так говорить, человек может быть представлен в десяти лицах в социальных сетях. В десяти никнеймах. Никто не знает, где он находится, как он живет, что с ним делать. И что очень важно, нас-то не очень волнует. И поэтому вот эффект информации, ее распространение настолько высок и настолько эмоционально будет, как бы, вот, ну, велика вероятность возбудимости, если надо, что и эти процессы могут быть нами, ну, не совсем контролируемы. Я, как Виктор Борисович, воспользуюсь его формулой. Согласен или не согласен с вами, Ольга Валерьевна? В моем понимании на сегодняшний день мы настолько, в общем-то, дошли до такого уровня потребления во всех сферах, и в том числе в информации, что нам не столько важна эмоция, сколько важно, чтобы кто-то нам объяснил, что происходит. То есть мы на сегодняшний день, увидев какое-то событие, сразу же будем лезть в комментарий кого-то, кому мы доверяем. И это не обязательно, да, горизонтальная структура, вертикальная структура, может быть и горизонтальная, но и в горизонтальной структуре будет все равно некая… Источник доверия, по сути. Да, источник доверия. И мы будем пытаться найти интерпретацию. Вот о чем. Мы будем пытаться не сами осмыслить то событие или то видеоряд какой-то, который мы увидели, а пытаться узнать, что же я должен об этом подумать. Пусть мне кто-нибудь расскажет. Мы видим о том, как в новостях сначала появляются какие-то события, на которые, в общем-то, какой-то реакции мы не видим. Потом появляются комментарии, а потом появляется реакция на эти комментарии. Комментарии аналитиков, комментарии каких-то политиков, комментарии каких-то лидеров мнений и так далее, и так далее. И я опять хочу вернуться вот к этой второй волне, когда мы говорим о том, что мы не сами сейчас хотим для себя определить, что же это было за событие. Мы хотим услышать, чтобы пусть нам кто-нибудь расскажет. И получается так, что если это дипфейк, если это в любой фейке, если это любая новость, которая взрывает общество, то появляются те лица, чьими руками это, чьими голосами, чьими словами это происходит. И зачастую это не самим каким-то видеорядом, не самим заявлением, а тем, как нам предлагают на это реагировать. И опять же я вернусь к тому, что на сегодняшний день так получается, что у нас, может быть, разработчик какой-то деструктивного какого-то там сюжета отделен от того, кто приведет его в действие, кто вот эту бомбу взорвет. Да. И согласен, и не согласен. Значит, на самом деле мы подходим еще к одной такой теме. Я в свое время ужаснулся, работая в печатных средствах массовой информации и приходя к каким-то задачам, когда надо было, извините за тавтологию, поставить задачу своим коллегам, корреспондентам, редакторам отделов, я задумался о том, что у нас исчезла сеть общественных корреспондентов. Значит, и долгое время я был под впечатлением поиска общественных корреспондентов для тех медийных ресурсов, где я работал редактором. На самом деле эта сеть не исчезла, она выросла в пользователей сетей. И когда я говорил о свободе района, то я подразумевал то, что у нас, например, сегодня в Минске каждый район имеет свою группу, да, и сегодня эта группа в сетях, там, где мы ее смотрим, на Дзене, там, в Яндексе, да, значит, ну, она прогрессирует, растет. И что мы ищем в этой группе? Как раз от всех этих, возьмем в кавычки, общественных корреспондентов или общественных корреспондентов, мы ищем точку зрения, мнения, значит, мы стараемся, может быть, не соглашусь с Ольгой Валерьевной, что не обязательно мы ждем, чтобы они подтвердили наши мысли, но мы, тем не менее, ждем разные посылы, ну, к утверждению той или другой информации. И здесь важно, наверное, пропуская вот уже эту тему значимости каждого из сообщений или анализа, важен все-таки такой момент экспертизы. Сегодня, несмотря на то, что мы говорили о том, что редактором может стать каждый, формируя повестку дня, ну, важен еще эксперт. Главный редактор, который может отфильтровать, кто станет лидером мнения в той или другой теме. Поэтому, мне кажется, надо вспомнить то, что масс-медиа – это еще журналистика, и попросить журналистов, и самим нам просто понимать, самим нам, журналистам, понимать, что нам нужны эксперты, которые что-то понимают по тому или другому вопросу. То есть профессиональное мнение на фоне других, оно будет с большим весом. Как это объяснить и доказать всем остальным, участникам медийного пространства или участникам социальных сетей, это уже другой разговор. Но, тем не менее, лидеры мнения должны быть эксперты, должны быть профессионалы по целому ряду общественных явлений, технологических процессов. И иначе мы просто упустим и образовательный уровень общества. И здесь очень важна скорость. Очень важна скорость, как раз-таки, что можно противопоставить распространению фейковой информации. Это скорость распространения информации, которая была бы комментировала как-то те события, которые вдруг диссонируют, в общем-то, с общим пониманием. Ведь когда мы говорим о фейк-ньюс, мы говорим о том, что это все-таки что-то, что не укладывается в общую камню какого-то событийного ряда или логики событий. И если в ответ, то есть если эта новость со стороны экспертного, экспертизы, экспертного сообщества обходится молчанием, то в таком случае, ну, альтернативы нет ей никакой. И, соответственно, она берется за основу. А с другой стороны, хочу сказать о том, что все-таки, и это для Беларуси характерно, все-таки такое рассудительное и спокойное отношение вообще к событиям, такое мудрая, в общем-то, какая-то пауза, она дает возможность не сразу принимать решения, связанные с какой-то новостью, а подумать и посмотреть, насколько это подтверждается из других источников и так далее, и так далее. На сегодняшний день вот эта рассудительность является неким иммунитетом от тех, ну, той цели, ведь когда мы говорим о фейк-ньюс, задача-то какая-то вызвать мгновенную, быструю социальную реакцию. Быструю и сильную. Если она не вызывается, в таком случае, ну, это уже, как говорится, это не новость, а фан, просто развлечение. То, что Вы сказали, Олег Сергеевич, меня навело вспоминаемое давнее военно-морское прошлое на некую технологическую аналогию. По сути, мы говорим о проблеме соревнования снаряда и брони. Вот летит снаряд, быстро-быстро летит, негативный, и он что-то пробивает, разрушает. Что можно сделать? Можно вообще запретить коммуникации, можно поставить фильтры, но всё равно в современных условиях это нереально. То есть идея гигантской брони всюду, она нереализуема. Значит, нужно строить такие барьеры и системы, которые адекватно содержали. Вспоминаем какие-нибудь броненосные, так сказать, соединения кораблей прошлого, ну, и современности. Там бронировали не всё, там бронировали часть, а часть, да, понимая, что корабль должен плыть, всюду броню не повесить, ну, часть тогда страдает. То есть в зависимости от содержания информации и источника, от которого позиционируется информация, также должна осуществляться реакция в этой связи. Если это связано с катастрофами, с безопасностью, это один уровень вопросов реакции. Если это может быть даже сложная социальная и жизненная ситуация, здесь возможно надо давать, так сказать, тем участникам отношения, тем сообществам, тому горизонтальному управлению, которое имеет много достоинств в современном мире, отреагировать это, так сказать, и рассматривать в качестве, ну, так сказать, того консорциума мнений, который в итоге к чему-то стабильному приведёт. Ну, тут хотелось бы добавить мысль, которая вот высказывалась коллегами относительно того, что вот эта потребность в том, чтобы информационно разживали в лидерах мнения, вот эта излишняя эмоциональность людей в социальных сетях и, ну, скажем, в других сообществах, она, безусловно, это часть, скажем, психологии толпы, конформизма, которая сегодня более явно выражена. И сами технические инструменты, вот, в частности, алгоритмы поисковые, которые вот смотряются Google, Facebook, они, в общем-то, скорее и способствуют вот этой вот тенденции, то есть общественной. То есть когда, скажем, до 2009 года, то есть поисковик выдавал нам, ну, какие-то унифицированные ответы на наши запросы. Сегодня же у каждого это персонализированный ответ, и он зависит от нашей истории поиска, предпочтений, мнений. И результатом этого является то, что люди фактически теряют возможность видеть какие-то вот альтернативные там суждения, оценки, с которыми, может быть, они не соглашались раньше, но они хотя бы их видели. Сегодня, соответственно, вот, согласно этому информационному фильтру, к окону они как бы замыкаются в себе. И я бы здесь еще вот мысль, которую вот Виктор Борисович высказал относительно технологической гонки, я бы ее, ну, вот, таким образом откомментировал, что дело не в самой логике технологической гонки и скорости. Эта гонка, ее первопричина – это биологическая гонка, поскольку вот сам фундамент, условно говоря, ну, лжи как таковой в целом, он имеет основательные биологические корни. Известно, что в природе мимикрия, подражание, жертва спасается от хищника и так далее. Там, где высока конкуренция, то есть это всегда будет. Более того, даже вот развитие ребенка тоже доказывает то, что изначально он говорит только правду, так ментально и когнитивно проще он просто описывает какие-то факты события. То есть лгать ему значительно сложнее, и способность лгать, она соответствует интеллектуальному развитию ребенка. И, скажем так, вот эти первые фейки, которые, ну, скажем, родители рассказывают детям про Деда Мороза, на самом деле доказывают то, что дети, которые учатся воображать и представлять вот эту всю ситуацию, они достаточно, ну, скажем так, развиваются на определенном этапе. Но вот это понимание биологической сущности, анатомии, ну, в кавычках скажем, анатомии внимания, которую сегодня все рекламщики, информационщики понимают, то есть она в чем заключается? В том, что людям биологически сложнее реагировать на какую-то новую информацию и по содержанию, потому что, ну, скажем, работа нервной системы – это очень затратно для организма, и мы всегда пытаемся выявить какие-то клише, стереотипы, упростить что-то и не пускать какую-то информацию в наше сознание. Но этому же противодействует и обратная, тоже биологическая тенденция. Ее называют музейный эффект, то есть когда мы постоянно видим одно и то же, внимание привыкает, начинает это не пропускать. Почему? Потому что так же биологически важна и новая информация, потому что, как бы хорошо ты не обучился бы на каких-то предыдущих прецедентах, среда всегда меняется. И поэтому рекламщики научились, в общем-то, следовать этой анатомии внимания, выработав универсальную формулу, когда какая-то информация устойчивая по содержанию облекается в некие новые стили визуальные и другие формы, и подается таким образом аудитории. Быть кандидатом философских наук и одновременно разбираться в технике дают страшную гремучую смесь. Еще рекламе. Но это в хорошем смысле. Коллеги получил большое удовольствие. Беседа сейчас на протяжении получаса протекала, живая, естественно. Я для себя сделал вывод, что мы верны своей традиции заглядывать за горизонт. И важно, что мы рассмотрели сегодня не только дипфейки как технологию, как инструмент влияния на какие-то социальные процессы. Мы взглянули на всю механику работы информационного пространства, где дипфейк – это всего лишь часть, как он распространяется, как он создается и так далее. Я вот уже хочу перейти к заключительной части, исходя из тех посылов, которые здесь прозвучали. Как говорила Ольга Валерьевна, мы в любом случае, работая с дипфейком и с фейками, будем действовать с позиции догоняющего. Я вот для себя вот это отметил. Виктор Борисович сказал, что тоже метафора от толщины брони. Если навешаем на государственный корабль брони, так он и утонуть может. А сделаем слишком тонко, и так и будет простреливаться со всех сторон. Так вот, чтобы резюмировать нашу беседу, я хочу у вас, коллеги, вот буквально последние слова. Что нам делать, исходя из той механики работы информационного пространства, о которой мы говорили сейчас, что нам делать в информационном, в информационной, в правовой, в технологической части, в этической части, как еще здесь, для того, чтобы наш корабль правильно плыл. Прошу, коллеги, давайте это уже будет наша заключительная часть. Александр Николаевич. Воспитывать общество информационное, образовательное, технологическое. Просто вот если бы министр выступил с проектом законодательного акта, вот как вы говорили, надо внести, прописать фейки, дип-фейки, вот с какими сейчас предложениями министр выступил? Я уже говорил о том, что в парламенте надо просто рассматривать новые среды, новые явления. И это касается не только фейковый, дип-фейковый, это касается и многих других аспектов. Если говорить в целом о том, что же все-таки делать, конечно же воспитывать общество и быть в этом постоянно процессе. И разные форматы воспитания общества. И юридический формат, и образовательный формат, и технологический. Олег Сергеевич. Мне кажется, что мы сегодня достаточно важную миссию выполнили. Любая технология, информационная, она опасна в силу неизвестности. Если мы говорим о том, что нам понятно, что такая технология существует, мы понимаем, как она работает, мы понимаем, что это возможно, и если мы там встретим такую ситуацию, которая вызовет у нас настороженность, то это может быть применение технологии. На сегодняшний день мы отчасти вооружились тем, что понимаем, что это на сегодняшний день возможно. Это значит, что у нас критическое наше мышление, критика мышления нашего повысилась, и тем самым эффект негативный от такой технологии снизился. И вот такое образование общества будет способствовать снижению эффективности, деструктивной эффективности подобных технологий. Хорошо, коллеги, высказывайтесь. У меня, наверное, два таких глобальных посыла. Первый, наверное, метафоричный, я скажу. Внимательно слушала коллег, я еще больше прихожу к мнению. Один очень такой выдающийся ученый сказал, что информацию можно рассмотреть как ковер, который каждый, кто смотрит, вытащит только ту нить, которая ему больше нравится. И вот здесь мы должны понимать, что если идти по пути метафоры, то основная задача все-таки сделать А, чтобы ковер был соткан из хороших нитей и без точки зрения психологии попытаться спрогнозировать, какую же нить вытащу я или там мой коллега. Это такой первый посыл, да, он такой глобальный. А второй, я считаю, что, и надеюсь, наверное, что действительно мы должны говорить о так называемом информационном вакууме, если мы говорим про дипфейки. Да, это палка о двух концах, что если мы будем об этом говорить много, существенно, по каким-то моментам, детально, это как готовый материал для тех, кто кто-то хочет использовать своих плохих целей, да, но тем не менее, информирован значит вооружен. Если люди будут знать, на что обращать внимание и хотя бы хоть раз подставить под сомнение это новость или это все-таки дипфейк, то это уже большой результат. Поэтому я придерживаюсь точки зрения, что действительно в будущем, как сейчас говорят, если мы, знаете, эту информацию о том, что частота морганий, но это уже как прошлый век, что возможно уже есть новая программа, которая будет накладываться и на дипфейках люди будут точно так же моргать. Сегодня мы возвращаемся к хорошо забудному старому. Это все то, что есть в полиграфе. Сегодня говорят о том, что будут накладывать дыхание, будут накладывать пульс и тогда можно будет смотреть то, что говорил наш философ уважаемый, на нервную систему. Человек живой, пока его нервная система функционирует. В дипфейках замечательная вещь. Вы на лице не увидите проявления нервной системы, потому что это невозможно. Поэтому я думаю, что это с одной стороны информация, с другой стороны понимание, из чего этот ковер будет соткан, делать так, чтобы нити были качественные. Виталий? Ну, я бы отметил вот эту метафору. Образ бомбы на кухне все-таки, скажем, качественная. Дипфейк ролики следует это признать, делать чисто с точки зрения ресурсных вычислительных затрат далеко не так уж просто. И учитывая то, что в коробочном режиме человек не сможет все-таки делать это у себя на кухне, значит, скорее всего, он будет заказывать ресурсы, облачные вычисления, будет их где-то заказывать. Если он это заказывает, это можно технически отследить. Ну, за исключением, если, конечно, не используются там прокси-сервера и уже технологии дипнета и так далее. Но это отдельный вопрос. И с этой точки зрения, когда вот эти следы будут явны, видны, то в дальнейшем включать правовые юридические механизмы для предотвращения подобных действий. Более того, я вот согласен с Олегом Сергеевичем, наше общество все-таки действительно имеет определенный хороший такой критический иммунитет к потрясениям, шокам. То есть, соответственно, оно вряд ли будет, ну, скажем так, каким-то образом дестабилизироваться от отдельных ситуаций. И плюс к тому, безусловно, нужно поощрять вот те стартапы и инициативы, которые нацелены на то, чтобы создавать именно технический инструмент автоматизированного выявления таких вот подделок. И сегодня понятно, что это все. Понятно. Виталий, сначала технически, потом уже переступаем к правовым и другим механизмам. Ну, и в сегодняшней гонке метафор с абсолютным лидерством побеждает Виктор Борисович. Я еще скажу. И поэтому ему последнее слово. Еще одна. Спасибо. Коллеги, моя искренняя признательность за приглашение. Очень интересная дискуссия. Приглашайте нас из России, пожалуйста, из Академии наук еще. Будем очень рады. Что касается вот некого подведения итогов, в дополнение к сказанному, первая вещь, которую я хочу сказать, она многим не понравится. Рискуя, либо не рискуя, прослыт ретроградом, я бы хотел обратить внимание на следующее. Вот в современных реалиях, в условиях текущего биологического вида человека, людей надо оттаскивать от информационных технологий, поскольку вот вчера поздно вечером я прошелся еще немножко по Минску, зашел в кафе, сидят молодые люди, почти все с телефонами, красивые девушки, молодые люди, интересные, но они друг на друга не смотрят, они смотрят на телефоны, а это как раз та самая основа, когда они все замыкаются, и мы с вами замыкаемся в этом информационном пространстве, теряя возможность использовать те критические навыки ум, которые воспитывала природа миллионы лет. Это первое соображение, но это некий такой общий базис, а если смотреть непосредственно на предмет разговора, с позиции законодательства нужно смотреть не только и не столько на категории дипфейков, это необходимо, но в целом на законодательство об идентификации субъектов в информационном пространстве. Именно идентификация является неким порталом в этот волшебный мир. И на входе этого портала, как во всех сказках, фантастике, где угодно, должны стоять стражи, либо свидетели, которые записывают входящих, либо еще кто-то, и в зависимости от того, куда ты входишь, ты должен идентифицироваться полностью, либо частично. Тут много всевозможных аспектов, и внутрь этого института должна быть причина, в том числе ответственность, связанная за identity theft, это воровство чьей-то идентичности, ответственность вплоть до уголовной. Ну и третье, в этой связи, понимая нашу глубокую зависимость от производителей и технологий, от владельцев всех систем, платформ, которые им пользуются, однозначно нужен новый общественный договор, в новых реалиях информационного общества, да, государство, общество, но и те, кто управляет нашим развитием на будущее, кто придумывает эти технологии и затем их внедряет, это уже самостоятельная сила, и с ними нужно договариваться на берегу, пока уже, мы, в мелководье вышли уже берег позади, на берегу, пока, что-то совсем у нас не затащило в какой-то цунами. Спасибо, Николай Борисович. В защиту нашего общества скажу, что вот ваше наблюдение о минчанах, которые, ну, не только минчанах, это то же самое в Москве и в Петербурге, абсолютно. Абсолютно всему веру. Вот у меня есть очень хороший коллега, который, вот, исходя из этих принципов, купил себе после долгих уговоров телефон, но без возможности входа в интернет, только получение звонков, да, потому что он ценит простое человеческое общение, и нам, я считаю, тоже нужно это всем оценить. Что ж, спасибо большое. Сегодня мы обсудили очень важную тему, дипфейкс, как новый вызов информационной безопасности. Я рад, что мы ее рассмотрели шире, мы пытались заглянуть за горизонт и рассмотрели ее в контексте всей механики работы информационного пространства. Важно, что мы выяснили, что в работе с этим вопросом, с этим вызовом, с этой проблемой, с этим развлечением, да, есть много аспектов и информационных, и правовых, и этических, и, я думаю, возможно, наша беседа послужит каким-то толчком для людей, которые принимают решения для того, чтобы эти решения принять. Это была экспертная среда, совместный проект BC и BeltUp. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова